Возьмите в Казахстане Он ходуном ходит Это какие-то марсианские хроники Просто Ножик Тестер Штормовой Короче Такой хвилоты Вообще не помню Это значит до 3 дня второй шторм С песчаной бурей Опять летит песок Морду не высунешь Сейчас попробовал просто щелкнуть Там мелкий песок По глазам Вот радоваться Стучай тут Это при том что у меня Тент натянут Лодку проверил Это Четыре ночи выходил Проверил лодку Все блин Впечатление что может унести нахрен Перетасил Развернул там Ветер Тише был Не было Вот этой песчаной Будет просто был крепкий ветер А сейчас Сторм Натуральный Палатка держит Ну конечно Сетка Вентиляция Это минус Потому что Через чур Продувается Плюс У палатки Кстати Она не эта самая Конденсата вообще нет Никакого Ну вот Это 7-8 утра Вместо того Чтоб развлекаться Да Я вот Прибой Вообще не прекращается Вот это Через Это вот Прибой Что дальше Непонятно Когда это Уймется Ну часа на 3 точно Может больше Получается Сейчас самый центр Циклон этого Пришел Сумасшедшего Короче Климат Вообще Ужадно Меняется Не в лучшую сторону То есть Если 5 лет назад Когда я тут Начинал эти сплавы Конкретно По Амур На байдарках Вот такой погоды Вообще Не было Просто Ее не было Сейчас это Как за здрасьте За неделю Два раза Как планета На людей Обиделась Никакого Комфорта Никакого Натичников Эгоистов Духи бушуют Всякие Воды Ветра И Земли То есть Без всяких Рукотворности Становится Сложно Жить А еще добавится Затопление И прочее Тут будет вообще Не понять Что Заживание Можно смотреть Подветренную сторону Что там творится Вот волна бежит Прибойная Жуть Блин Жуть Жуть Уже Хорошо Песок Мокрый Так бы его Подымало вообще бешено Сумасшедший абсолютно, шторм И абсолютно сумасшедший вид Чтобы не летел в глаза песок, которого летит просто немеряное количество У меня засыпало все коврики Хорошо, что он сырой еще Но все равно Опять палашка, летом еще дождь падает Короче, не хватает для полного счастья снега или град Ну это, в кавычках 12 часов 35 минут Я уже пообедал Вот мухота прилетела на обед В баттл Хотя все спрятано Перловочка, заодно на наживку пойдет, на приконку Ну прям кошмар Вроде ничего нет, ничего не пахнет Но мухота сразу в бивак начинает Короче, палатка, все в ней хорошо Но минус, сетка у нее очень крупная Она пропускает песок Выяснилось Поэтому я для любителей островов Вот такую палатку не рекомендую Причем, что задумано классно Но не для наших условий Сейчас вот покажу Нюанс какой Это я уже с подветренной стороны захожу Потому что выяснил я, откуда песок идет Песок получается сыпется сверху Вот видно насыпан Это я вытряхал То есть прям просачивается вентиляцию И настолько он мелкий, зараза Что никакой защиты В остальном она неплохая Но я говорю, для леса может быть классная Отличная ветроустойчивость Вот благодаря вот этой вот штучке Она своего рода антикрова То есть когда идут порывы ветра Вот эта вот верхатура Этот пятак Из-за своего специфического изгиба Он начинает ее вниз прижимать Вот видно даже, она ушла Насколько глубоко, да? Вот так То есть просто он ее прижимает Но с другой стороны Когда ветер стихает Она начинает вверх подпрыгивать То есть такой прикол Ну конечно шармовые нужны И даже вот на штатных колышках На удивление Ну мелкие вылетали колышки Ну вот я три подвязал С ветреной стороны Потом еще тен сделал затенение И она в общематскую ночку выдержала Выдержала она отлично Вот здесь вот я еще не подтянул Ну про мухов Забыл В остальном в общем грустно Шторм не думает стихать Хотя ветер стал меньше Порывы перестали Он сейчас более-менее постоянный Без порывов Кто был с порывами Перестал гнать песок Потому что выйти Утром нельзя было Песок просто летел На 5-6 метров Вот песчаная буря Я проходил Берлинские блинповязки Сейчас я Наверное стартану Вон туда Километра два И потом мне надо будет вернуться Там карипаны вроде как рыбачат И я у них хочу зарядиться Зарядиться и возможно Еще соляру у них так сказать Под сосуд Пару литров Как раз Окупит мне ход Потому что Что-то с бензином напряг оказался Я вчера Позавчера вернее С этими мотаниями по кругам В общем Изрядно Вчера был дождь Вчера я сидел просто Вчера я сидел тупо Пережидал дождь до вечера Который стих только к вечеру Ну сейчас вот распогадивается Может на завтра будет хорошая погода И все-таки шанс от рыбачи Затарить вот это судно рыбой По самой Леерах Ну так прикалываюсь Остров немножко исследовал Походил В общем ничего интересного поснимал Ну мрачная такая Картина была Поехали Стормовой каботаж В принципе я уже прошел Вон моя база Почему-то не вижу я коляску Как-то неожиданно она появилась Тут конечно не такой шторм Как под берегом Под берегом я позже сниму Коляску то ли сдуло То ли ее просто не видно Хотя я ее ставил Ярко-красная Сейчас буду подходить Но тут мелко Поэтому я выключаюсь Моторчик ступер Короче Так же как и Благополучно Привезли мне зарядку Но видимо судьба была У этого телефона такая Что он все-таки утонул Короче Час при высадке Вывалился у меня Спас жилета Причем вывалился Вместе с гаечным ключом Ключ то я нашел Ну уже главное Понял когда Лодка На берегу Начал искать Буквально вот Секунд 30 Как он вывалился Момент я главное не увидел То есть там Глубина меньше чем по колено Вот на волне На прибойной Выскочил ее править И он у меня значит Пьюрк Не достигнул Дурацкие замки Вот видимо вот так Вот он был застегнут На половину До конца И короче В общем непруха Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 вот видно да вот это все песок и он были вот сквозь эту сетку сверху короче как я буду отстирывать не знаю я уже раз 5 генеральную уборку проводил это когда все вещи вытряхаются вот уже были насыпалась вот сейчас назад и вот это вот хрень влажными салфетками пытаюсь я избавиться либо вытряхнуть сюда ну бесполезно короче просто детка кайфа вот этого тоже немного новая система освещения кстати шикарно две лампочки очень экономичные они там по паспорту 5 вот реально вроде меньше 12 вольтовых двух штук хватает потребляет 0 1 ампера две штуки 0 где-то 0 15 12 вольт светят просто теплым цветом домашки линолеум пока вытряхал видеть опять там вообще все блин ой жадина говядина чем нептуна прогневал не знаю хранит он тайны может удары кладка пиратки сундук какой темно черный икрой тухлый сюрить потому что песка полная глаза это вот цвет приобрела от того что фольга фольга натерла алюминиевая и такой стал классный цвет короче танкистского цвета но тут натуральная это самое фу соляра короче почти как мазута тихий ужас короче еще вот пока я путешествовал об дефективный стол вон дырочка короче одни убытки в общем поддерживайте канал придется в правда денег нет копить на телефон да на бензин вот поддержали люди привезли 5 литров все еще могу рассказать тут еще сломалась тренога вообще какие-то не было ни разу такой вот чтобы причем она была в кармане просто взяла и отвалилась усилий не было я тут ходил снимал эти кусты тут протоки ямы еще раз яму покажу я уже тут был вот только что хорошая штука кстати для коптильни то есть там можно снизу устроить дымокуры и поднять дым как бы не три метра ну хотя бы полтора гофрированной трубой алюминиевая как вариант пока вода маленькая там наверно сыра дальний восток амур там комсомольский родной за мостом из него ветер не так сказать ветер задувает тем не менее пару слов пока добавить еще по итогам испытаний по итогам обкатки мотора и лодки посуда в общем посудина надежная вопросов нет выдержала сегодня вот я ходил примерно распадок чуть выше два километра по штормовому амуру туда и обратно это полтора назад пришел еще подкачать надо и полончик и спустил потому что было солнце посудина общем волну хорошо идет под мотором волны были до полутора метров то есть вообще не суточное волнение ветер легкий сейчас вот стихает даже в какой-то степени белых барашков стало меньше на балл меньше а было 6-7 баллов значит лодка показала себя надежно уверенно за исключением чего на веслах такую погоду на них в на ней идти просто невозможно вот по такой большой воде то есть парусит ее конечно адово то есть максимум весло для чего отойти от берега где-то подрулить ну 50-100 метров все против течения вряд ли вот парус вполне даже ничего но это не парус это я делал кстати вот волна не захлёстывала даже с учетом того что подгружен нос был как и полагаем середки особо ничего не было килограмм 15-20 15 где-то на носу середки так канистра там она была солидно ящики с инструментами в общем так наполовину на волне выходила нос так резво задирался волну резала стояла против волны хорошо не мотала но с учетом конечно что мотор половину давал он тут сейчас не самый лучший как оказалось ощущение значит что что качать нужно до упора потому что иногда жесткости может не хватать на волне ну то есть как бы манометр и смотреть без манометра сложно сказать здесь меняется температура и объем очень прыгает если сейчас упало он опять продавливается а как появится солнце это будет вполне накачано сидушки обязательно аэрдеки берите не берите привязные потому что аэрдеки жестче и под него можно спрятать оно как бы заходит либо так лежит как диванчик покрепежу грузов нос конечно хороший ну все равно дополнительные резинки мост прячь надо уже самому по месту то есть какие-то я заказывал мы их немножко не так сделали поэтому обязательно держалка просто никак потому что держать равновесие прочее прочее положение уточняйте вот у меня она сейчас не очень удачно потому что с удлинителем попробовал и она у меня смещена назад без удлинителя она вполне нормально стоит ну в общем остальное все процессе так дальше вот так уже видно будет на быстрой воде хорошо выходит на берег кстати надо сказать когда выпрыгиваем из кардабайда глубина маленькая заходит на берег и в одного практически если он мятки погружен то в одного нос поднимается вот затаскивается легко без надрывов уха без всякого героизма потом сзади аккуратно два этих самых выходил и на каменевский берег тоже внимательно за сливом да потому что на самом деле глубоко то есть тут ндл то есть и вот эти пазы они очень глубокие там воды очень много поэтому не ленитесь лодку разгрузить наклонить и вот эти деньги отличная посудина я думаю не подведет сколько прослужит покажет время да как бы на отечественном рынке один из лучших аппаратов по трансу вопросы так и остались на волне вот кстати этот ранец как раз нормально есть мотор никто не выходил работал хорошо а вот на горной резке черт его знает все таки может наращивать просто уже некуда цепляться потому что пробовал я поднимать но у меня пока мотор не привязан надо сделать анкер короче пушка чтобы к нему привязывать мотор поэтому так для покатушек попробовал на два сантиметра поднял покатался подложил брусочек и поставил обратно особо ну как бы получше было порезче ну тем не менее не стал экспериментировать умирающее солнце ушло в пути я не мог снять потому что у меня зависла камера вообще какая-то творится мистика утопленный телефон это всего лишь эпизод потому что вы сейчас прыгали тут сазаны красиво я не смог снять заходящее солнце вот прыгали вот 30-40 метров по прямой 3-4 килограмма прям несколько выпрыгнул красиво причем встреч ветра и в общем клевала у меня но когда я отвлекся буквально на 5 минут побежал костру хорошо так клюнуло ну не подсёк прибежал а сторожок сорвал катушку правда не прокрутила я рыбачу на старая добрая советская вроде безотказная люблю я он летит чайка именно на сазана типа спорта возьмут ли дедовские снасти и дедовские так сказать против сам современных бойлов прикормок ну рыбы полно поэтому клюет часто конечно ветер мешает резво аппарат короче вообще суперский при всей моей криворукости и рукожопости я просто доволен души как не знаю как бегемот потому что ну просто шикарный мотор да по такой погоде да по такому шторм шторм вроде как стих барашков уже нет но 5 баллов все равно крепкий ветер и волна длинная поэтому ни хрена хорошего вот опять подход на уже ободрала не хочет она на камеру ловит а дым вот вечером камера снимает плохо ветрях не привезли штормовочку от дым сдувает просто продувает дрова прогорает это так ближе к ночи думал затихнет посижу мне пожарить надо было ну как бы и хрена бога радость них нет один раз сплошное короче получилось перевод просто ценных ресурсов потому что нормально ну и при таком ветре только друг не положи просто сожрет махом и погреться не получается посидеть потому что удувает ладно все иду проверять обновлю сейчас посижу буквально так надо будет на ночь давать а другану заму распадки это был отвратительно конечно спасибо как говорится местным неправильно себя ведет а а а а а а а а Продолжение следует... 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 в общем как-то так батарейками просто почему почему ложка стоит что скажет вот видеть просто тут магнитики очень удобно и вот второй лайфхак пусть и не лазили я всего это бойцы на фильм ужаса туристический я называю дюны я погулять по острову и на предмет посмотреть что на другой стороне может можно по ветру кидать все таки удобнее по ветру чем с подветренной стороны вот второй остров между ними пролив который закрыт ну и на предмет просто общего любопытства может где можно палатку ставить где нет песка в другой раз но в принципе варианта есть но все это крайне далеко от берега никакой мобильности никакой эффективной рыбалки не может быть речи вообще никаком кайфе потому что смотреть на его вокруг тоже романтики нет тем более там будут комары короче без перспективная вот туда же мой капюшон хотя ошибаюсь это затяжок на море дует поселок плюс были ли тут люди были вот пакет люди были дров тоже практически нет редкие какие-то но тут потише конечно хотя можно тут рыба поселок поэтому рыба вряд ли у блин тут вообще даже хрень так и на предмет второе штраф ну тут они соединены получается то заливчик если я уйду там будет гнать волну ну блин шторм не дает возможность возможность есть ну у меня по моему адреналин закончился уже тоже ни хрена хорошего такой же непонятный ветер как не закидываем бьет скулы короче носит когда тут нет течения ну зато берег такой вот глубокий кстати хорошие ну-ка посмотрим часок прочный нет в другой раз проезжать может сюда ходить твоя моя не понимаю может вообще заходить за короче грусть полная конечно на русский месяц тут такой же жиденький в общем там картель уже будет партизанские дачи и так далее доски партизан короче пролетел я да и здесь ветер ну тут хотя бы как лоскутове нет все таки как-то прикрывает остров раза в два слабее ветер хотя консистену не зато с дровами это вот пожалуй исключение пошел обратно вот такое безумие если бы не заливало если бы не топили тут бы была нормальная растительность как раньше было а сейчас это все свежая поросль из-под воды буквально выскочившие и не первый-второй год поэтому чахленькие они и вот это все не хватает только скорпионов кобар каких-нибудь и закопанной головы да и да фильмы про босмачей снимать вот что это так убрать на эти пункты будет на шоу-берекатей поля вот бегать будет а пупея подошла финишу бесславный конец славной экспедиции вот это все что было внутри еще 15 килограмм осталось на базе сушится сейчас неизрасходованная соляра ну вниз привозил мой спаситель валом соляры короче и в моторе еще осталось там еще тоже сейчас надо еще круг по что-то сделать дожечь остатки горючки вот здесь в этой бухте экшн камеру я не стал приделывать голове потому что голова была занята прохождением валов я думал что вчера был экстрим экстрим оказался сегодня вот сейчас уже с себя прихожу на белоке у друзей они там сазана давили давили ну и в принципе отсюда уже сейчас помоем и попрем в город а пупея закончена на валах неплохо себя лодка показала но честно говоря я может хорошо что не стал чтобы вы не повторяли чтобы я поспорился потому что от него нафиг как говорит лучше вам такого не видеть уже вот здесь вот на входе ну кто захочет попробовать на такой лодке шторм приезжайте на халпы любьете адреналин у меня закончился алкоголя нет поэтому горючая для экстрима на исходе надо сердце пожарить надо как все люди передвигаться на машине можно еще раз попробовать набрать телефон мамку и коляночек и номер вот мы едем в Комсомольск в общем штормовой амурган не хочет абсолютно погода выставляться все собрано до конца кроме в в в в в в в Продолжение следует...